С дистанционным обучением в нижегородских школах покончено. Об этом сегодня заявил губернатор Глеб Никитин. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией вот уже в течение нескольких недель держится на уровне примерно 500 человек в сутки. Сегодня, например, заболели 497. И вот принято решение вернуться к очной системе обучения. Мы с Роспотребнадзором провели анализ ситуации и по цифрам, и по объективным показателям контроля. Это позволяет сделать вывод о том, что ситуация у нас с коронавирусом стабильная. Сейчас дополнительная загрузка коечного фонда не происходит уже на протяжении целого периода времени. И мы решили, что с Нового года, после праздников, мы начнем учиться в обычном формате, недистанционном. Все классы вернем в обычный традиционный формат. Но понятно, что будем дальше следить за ситуацией. Будем ситуацию держать на контроле. Если будет тот же уровень дисциплины поддерживаться, который последнее время, то, надеюсь, возвращаться больше к дистанционному формату не придется. Это заявление Глеб Никитин сделал во время открытия после капитального ремонта школы в Ачском районе. На ремонт этой школы было по областной программе выделено 50 миллионов рублей. В рамках капитального ремонта был сделан фасад здания школы, система водоснабжения, канализации, вентиляции. Много очень сделано общестроительных работ, декоративный ремонт всех помещений. После капитального ремонта Министерство образования организовало нам материальную поддержку на 8 миллионов. Мы приобрели современную мебель в каждый учебный кабинет и приобрели современное интерактивное оборудование. Программа абсолютно беспрецедентная. Десятилетиями в таком режиме не занимались любыми образовательными учреждениями. Нельзя такого допускать для наших детей. Поэтому совместно с депутатами законодательного собрания очень серьезно поработали в свое время, распределили приоритеты. И за два года 2 миллиарда рублей было потрачено. Очень приятно всегда видеть результат, который за какими-то цифрами, бумагами, программами. Вот это конкретный результат, конкретная школа. Вообще президент страны Владимир Владимирович Путин все время говорит о том, что образование – это абсолютный приоритет. Мы с этим согласно разделяем это. Сейчас мы обсуждаем тему капитального ремонта и видим его результаты. Мы будем обязательно эту программу продолжать. Продолжение следует...